И о том, что вы сказали, рапсовый завод. Значит, здесь действительно есть, соответственно, готовность вложить инвестиции в город, в том числе и дополнительных мест, чтобы трудоустроить в эту отрасль. Значит, единственный момент, который изначально был, как бы, в рамках юридических моментов и решение вопросов о вводе в эксплуатацию, он предшествовал еще, ну, считаю, что не совсем, значит, этап правильной этапности его ввода в эксплуатацию. То есть, первоначально, когда с руководителями, значит, я разговаривал, они у нас представляют интересы, соответственно, Алтайского края, они, соответственно, не показывали, я заходил на место, это белькомбинант бывший, да, действительно, работы ведутся хорошие, но вместе с тем, речь была изначально мной сказана, что вы сначала идете разрешение на строительство, а потом уже, как говорится, продолжаете строить. Через некоторое время не приходят, они уже практически построили, потом просили, чтобы я подписал разрешение на строительство. Естественно, это противоречит всем нормам, значит, всем нормам юридическим, и я не имел права превысить служебные полуночи. Поэтому здесь, получается, у них выход был один, чтобы ввести, получить разрешение на строительство только через суд. Через суд они получили разрешение на строительство. Дальше тема следующая, значит, появилась о том, что, значит, это ввод в эксплуатацию. Учитывая, что то производство, которое они в перспективе будут осуществлять, связано в том числе и, значит, с вопросами предъявляемого рост технадзора, да, это речь касается об опасности класса производства. Соответственно, здесь тема связана, была и было письмо со строительного надзора края, в том числе и, значит, вопросы касаются рост технадзора, о том, что нужно либо провести экспертизу, что это небезопасно, либо уменьшить санитарную защитную зону. Поэтому в рамках вот этих юридически-правовых, значит, проблем, которые были в рамках, сначала решение на строительство через суд, хотя они двигаются, но только немножко, немножко не нарушают, значит, все равно законодательство. Потом, соответственно, вот в эксплуатацию, но здесь мы не можем, с учетом, что это производство все-таки требует либо заключения, либо уменьшения санитарно-защитной зоны. Поэтому мы, соответственно, отозвали решение на строительство. Сейчас после того, как, соответственно, они приведут, руководитель, был этой организацией у меня, после приведут, либо они решат делать заключение, либо уменьшение санитарно-защитной зоны. И дальше двигаемся по тому же решению на строительство и вот в эксплуатацию. Сейчас, получается, они должны все это сделать. Игорь Петрович, но завод-то фактически сейчас работает. Вот об этом вам что-то известно. То есть завод несет нагрузку экологическую на город. И, как правильно вы сказали, он третьего класса опасности. То есть он определенную опасность представляет, и никто его не контролирует. Ну, здесь есть структуры, которые этим вопросом занимаются. В том числе и Ростехнадзор, и, соответственно, строительный надзор, которые мы проинформировали. И я думаю, что это тоже сегодня те же проверки должны осуществляться в соответствии с новыми законодательствами. Поэтому я думаю, что оценка это будет дана. Но мы сегодня говорим, константируем, да, производство нужно, да, нужны рабочие места. Но вместе с тем нужно в соответствии с законодательством готовить правовые документы как разрешение на ввод и также на ввод в эксплуатацию. Игорь Петрович, ну вот буквально в субботу мы разместили у себя на сайте обращение губернатора Красноярского края, его подготовил один из предпринимателей. И это группа на самом деле предпринимателей, которые уже на протяжении нескольких месяцев, проблемы в бизнесе у них связаны как раз с поставкой вагонов. Боих предприятий наверняка вы знаете, я знаю, что вы уже в эту ситуацию вникали. Что-то предпринимают со стороны администрации. То есть сегодня 9 предприятий ограничены в получении вагонов. Как раз из-за барнаульских, вот алтайских партнеров, которые сегодня работают на территории мелькомбината. Ну вы, наверное, прекрасно знаете лучше меня здесь, все находящиеся, что город не может вмешиваться в споры субъектующих организаций, хозяйствующих, значит, организаций. Да, и поэтому здесь, если я тоже буду, значит, как-то влиять на ситуацию, на одного либо помогать другому, да, то здесь тоже будут элементы рассматриваться в отношении, в том числе и главы города, как, значит, превышение служебных полномочий. Здесь хозяйствующие субъекты есть, они разрешают споры через суд, и только суд должен определить это право, да, кто прав, кто виноват, либо они сами должны договориться. Вместе с тем, вместе с тем, понимая о том, что и там, соответственно, необходимо, чтобы работали граждане, да, и получали заработную плату, то есть с одной стороны, там, соответственно, где, значит, ремонтируют вагон. Соответственно, мы обратились в том числе и в Министерство сельского хозяйства Красноярского края, чтобы, соответственно, учли вот эту ситуацию с учетом в целом, они же работают не только для города Ачинска, но и в целом работают в целом по стране и экспортируют, соответственно, в том числе и МОГУ по разным странам, как говорится, да, и одновременно и одна организация заинтересована, и другая. Знаю, что я проводил совещание в присутствии, значит, и был приглашен, значит, транспортный прокурор, соответственно, тоже были доведены права и одной стороне, и другой стороне, да, соответственно, в том числе, там было выяснено и движение по тарифу, да, которое должны осуществлять перевозчики через железнодорожные пути. Насколько мне известно, в начале даже это имело место разрешения этой ситуации, сейчас, значит, почему-то еще раз ситуация обострилась, и я думаю, что в ближайшее время, опять же, в рамках законодательства я буду выяснять ситуацию и в одной стороне, и в другой стороне, вместе с тем, я также буду и рекомендовать, чтобы побыстрее не находили общий язык, общий язык, и как-то, чтобы на основании этого не страдали ни их бизнес, ни те люди, которые там работают. Иль Петрович, ну и совсем в завершение, вот поддержу тоже, в том числе, и мою коллегу, сегодня, получается, в частных руках, когда-то это принадлежало государству, оказались ветки железной дороги, в том числе и котельная ТК «Восток». Нет желания у вас вот и в этом направлении поработать и вернуть это государству, потому что сегодня и жизнеобеспечение города, и отопление связано с работой этой котельной, и проезд вагонов тех же тоже связан с обеспечением, в том числе и промышленной безопасности, не только города Ачинска, но и страны в целом. Вот смотрите, если бы я не работал в правоохранительных органах, я бы сейчас четко вам ясно ответил. Я сейчас не буду отвечать на этот вопрос, потому что это тоже своего рода раньше времени, зачем об этом говорить. Поэтому мы анализируем территорию города, значит, Ачинска, и тем не менее, как мы уже сказали, вы финал услышали, когда это можно было сделать, да? Зачем раньше времени об этом говорить? Поэтому будем работать, дальше время покажем. Мысли такие есть. Будем работать, время покажется.